так холст формат 40 на 50 уже загрунтован акрилом акриловой краской вот такого необычного цвета писать буду на масляном разбавителе какой-то новый разбавитель взяла от гаммы почти не пахнет недорогой 168 рублей довольно таки светлый работы сохнут на нем быстро ну давайте наметим композицию намечать буду тоненькой кисточкой шестерка рублев намечать буду сиеной делать такой вот сразу же небольшой подмалевок так линия горизонта очень низко она у нас где-то вот здесь и дерево на переднем плане такой раскидистая большого дерева мы его тоже покажем дерево вообще работа будет такая немножко сказочная иллюстративная выдуманная яркая сочная не значит какие подобрать определение к ней хочется весны все цветет на улице поэтому вот буду придумывать что-то на ходу сирень яблони и церковь чуть чуть левее от центра холста мы и пол поставим пока просто намечу простраивать ее я не буду потому же по ходу написания про строю так смотрю что еще можно добавить немножко добавлю ландшафт такой вот пригорочек и там дали еще одно дерево вдалеке допустим вот такая композиция и уже там на холсте под замешать этот цвет светлый сочный чистый цвет неба горизонта немножечко мы делаем его небо более сиреневым тот же самый замес на кисточке просто добавлю сиреневого фиолетовый вернее фиолетовый горизонту увожу на градиент там уже будто . у нас соблюдаем до чтобы небо оно не было все одним цветом мы будем какие-то цветовые нюансы если мастихин там не краску не может положить я . ему помогу смотрите чтобы у вас направление мастихина было в разные стороны не в одном только направлении не забывайте мастихин вытирать цвета вы можете кстати использовать те которые нравятся вам раньше я часто использовала голубую фице для неба ну не один раз я слышала художников что со временем это голубая фице меняется на холсте прям в сторону черного то есть был был например синее небо ярко когда солнечно с годами она просто станет каким-нибудь серым пасмурным и я потихоньку помаленьку ушла хотя в разбилах особенно мне очень нравится этот цвет и ультрамариновых мазочков это чтобы увести это дерево в тень чтобы он был было как бы у нас не главным в этой работе хоть она и на переднем плане такой морский дистая немножечко задний план тоже уже начинаю подкидывать задний план у нас такой немножечко затуманенный как какой он и должен в принципе быть вообще вот этим оранжевым если так можно выразиться хорошо гасить зеленые желтые в чистом виде их использовать нежелательно вот погасить маленечко так вполне хорошо сейчас я накидываю такие вот пятна смотрю на референс и задний план такой бирюзово-голубой в разбил пойдет к верху да где-то что-то я перекрываю постозное такое письмо мне это позволяет делать так церковь сейчас церковь нужно будет немножечко простроить как бы мне не хотелось потому что у меня с построением ну то ли лень то ли что я не знаю в рынке проблемы нужно все равно взять себя в руки и простроить эту церковь иногда мне хочется вернуться например к тому же дереву что то вот я увидела издалека отошла и увидел что тут мне не хватает какого-то базочка я к нему вернусь положу никто мне не запрещает это сделать веточки также могу тут вот уже эти стволы деревьев три деревца наметить и могу даже опять вернуться обратно к небу и еще погонять там облачка расслабьтесь позвольте дум голове немножко отключиться и душой как бы вот так вот прочувствовать эту легкую работу этот запах весны не бойтесь что у вас там что-то не получится со временем все равно придет понимание но это конечно при постоянной практике то есть если там вы пишете одну работу в месяц то конечно своей цели и получится очень долго и тяжело мучительно а если хотя бы там раз два в три дня писать то все пройдет быстрее где-то я отхожу смотрю что мне чего-то не хватает и накладываю вот такой полусохая кисточка такими движениями холст еще заполню набираю прям как вылепливаю все таки да там крестики виднеются поэтому пусть это будет православная церковь с такой необычной архитектурной я уже сказала что работа у нас слегка сказочная мы тут придумываем сами цвет можно сказать сюжет это нереальное какое-то место его как бы вы не хотели вы его не найдете может только примерно вот и там вот она эта церковь утопает в цвету деревьях показывает вот это вот движение света теней работа будет динамичная и вернусь все таки опять к церкви нужно нам ее закончить положу тени под крышей смотрю да издалека и вот не хватает какого-то тут светлого мазочка я его положу и опять издалека посмотрю друзья полное видео этого мастер класса можно найти по ссылке в описании оно доступно в моей творческой группе на бусте до конца июня затем оно перейдет в статус самостоятельного мастер-класса мастер-класс длится почти час и на протяжении всего времени я комментирую все свои действия каждый мазок и мысли также я рассказываю историю создания референса его также можно увидеть в этой группе для творческой группы я снимаю полезные видео про площадки на которых я продаю свои картины отвечая на все вопросы участников и просто общаюсь на разные темы спасибо за внимание